Когда говорят, что у актёра Максима Аверина миллионная армия поклонников, то это никакое не преувеличение. Его действительно очень любят зрители. Все его герои настоящие и запоминающие. Да и сам артист обладает харизмой, внешней привлекательностью и какой-то неуёмной внутренней силой. Он полностью отдаётся своей самой сильной любви, работе и никогда не жалуется, если набивает синяки или даже травмируется. Он открытый и положительный, чаще улыбается, чем находится в плохом расположении духа. Именно такие люди всегда становились кумирами, их любили, за ними шли. По словам министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, Аверин уже давно заслужил называться народным артистом. Хотя сам актёр считает, что ему достаточно чувствовать любовь зрителей. А звание это вторично. Настоящая слава и любовь зрителей пришла к актёру Максиму Аверину после съёмок в сериале «Глухарь». Родился Максим Аверин 26 ноября 1975 года в Москве в семье Портнихи и декоратора киностудии «Мосфильм». Мама была совершенно далека от искусства. Отец имел к нему косвенное отношение. На студии «Мосфильм» он занимался монтажом картин. Потом перешёл в художники, декораторы. В юности он мечтал об артистической карьере, однако его мечтам сбыться не довелось. Спустя годы младший сын Максим сумел реализовать их жизнь. Кроме Максима в семье уже был старший сын по имени Геннадий. Когда Максиму исполнилось 6 лет, он впервые попал на съёмочную площадку. Это случилось в Махачкале, где режиссёр Панкратов-Чёрный снимал свой фильм «Похождение графа Невзорова». Съёмочная группа въехала в полном составе, а отец взял с собой Максима. Режиссёр даже решил задействовать его в эпизоде и доверил сыграть танцующего мальчика. Этот кадр был снят крупным планом, так что юного артиста было хорошо видно. Его имя даже появилось в титрах картины, после фамилии известных артистов. Аверину выплатили первый гонорар, он очень гордился, с пичечным коробком, полным монет. Процесс съёмки так понравился мальчику, что по приезду домой он попросил, чтобы его отвели в Дом кино, где в то время шли занятия кружка актёрского мастерства. В 9-летнем возрасте Максим вышел на сцену театра миниатюр в роли голодного мальчика в постановке «Бранденбургские ворота». Семья распалась, когда Аверину исполнилось 16, и это было для него большим ударом. Характер подростка испортился, он стал ёршистым и непокорным. Должно было пройти достаточно времени, пока он свыкся с мыслью, что так бывает, и смог понять и простить своих родителей. Максим уже точно определился с выбором жизненного пути, у него уже начали проявляться амбиции актёра. С ранних лет было понятно, что он настоящий гуманитарий, он очень любил литературу и совершенно не желал заниматься точными науками. Во время одной из контрольных работ по математике он сказал, что писать её не будет, потому что в театральном вузе не обязательно уметь вычислять дроби и находить корни чисел. С девятого класса Аверин начал подготовку к поступлению в театральном, поэтому после получения школьного аттестата он уже имел свою программу для вступительных экзаменов. Максим предстал перед приёмной комиссией в ГИКа с отрывком из Маяковского, а когда его перебили и попросили показать зубы, он возмутился. Парень ответил педагогам, что он не лошадь и естественно не был допущен к следующему туру. Максим не расстроился и решил штурмовать Щепкинское училище. Этот вуз тоже не произвёл на него впечатление и он решил попытать счастье в знаменитой щуке. Здесь он сразу почувствовал себя как дома, однако справиться с вступительными экзаменами не смог. Поступить удалось только на следующий год, он попал в мастерскую Марины Пантелеевой. В студенческие годы Максим сумел влюбить в себя чуть ли не весь преподавательский состав вуза. Его хвалили, ему пророчили большое будущее. Диплом с отличием Максим Аверин получил в 1997 году. Театральная биография Максима Аверина началась буквально с первого дня после выпуска. Его лично пригласил в свой сатирикон Константин Райкин. Вначале он довольствовался эпизодическими ролями и только спустя некоторое время ему начали предлагать заметных героев. Самыми лучшими постановками того времени стали Лев Зимой и Гамли. В 2002 году пришедший в сатирикон Юрий Бутусов решился взяться за постановку Макбета. Аверину предложили образ пранка. Это была достаточно серьезная роль, которая заставила молодого артиста проявить весь свой талант. У него получилось очень даже органично изобразить своего героя и проявить себя. Репетиции данной постановки показали режиссеру, что перед ним не начинающий артист, а уже вполне сформировавшийся лидер. С этого времени его стали считать одним из ведущих артистов трупа. Прошло несколько лет, Бутусов задумал постановку Ричард Третий и снова предложил Аверину сотрудничество. Премьера прошла при полном зале. На спектакль, кроме обычных зрителей, собрались и многочисленные театральные критики. Их мнение по поводу Максима было единогласным. Он гениальный актер, нашедший ту тонкую грань, за которой искренность уже переходит в породию. В кинематографе Аверин дебютировал в 1999 году в фильме «Любовь зла». Ему достался такой себе колоритный мерзавец, благодаря которому Максим получил звание русского Джима Керри. Это было и хорошо, и плохо. Потому что долгие годы Аверина воспринимали исключительно как комедийного артиста. Ему пришлось изрядно потрудиться, пока он сумел доказать, что готов не только смешить людей, но и воплотить на экране драматического героя. Первой работой в новом амплуа лента «Магнитные бури», которая принесла Аверину первую награду – премию «Триумф». Спустя год Максима позвали на съемки 12-серийного сериала «Карусель», где он стал хирургом Корнеевым. Каждый вечер телевизоры собирали возле своих экранов многочисленных зрителей, которые с интересом следили за развитием сюжета. Максим Аверин не только выходил на сцену театра и снимался в кино, его звали в самые разные творческие программы, и он с удовольствием в них участвовал. В передаче «Театр. Избранная» на канале «Москва-24» он читал стих «Научи меня жить», которая очень понравилась его поклонникам. Раскрылся Максим Аверин и в амплуа режиссера и ведущего телепрограмм. В те годы он стал ведущим нескольких проектов на телевидении, среди которых были и именные, посвященные его работе в сериале «Глухарь». В 2013 году поклонники артиста смогли приобрести диск «Многоточие», где он сам исполняет все композиции. В 2014 году Аверин засветился на экранах передачи «Три аккорда». Как музыкальный исполнитель, он выступил перед зрителями с романсами и популярными шлягерами. В 2015 году поклонники Максима Аверина смогли увидеть новую картину с его участием. Это был сериал «Беглецы», где Аверин в партнерстве с Алексеем Воробьевым стали исполнителями «Орлеи» братьев Сабанеевых. Их преследуют тамбовские бандиты и парни уезжают в Прибалтик. Жизнь начала налаживаться и вот они уже решили пробраться во власть, причем при помощи проверенных криминальных методов. Главным препятствием на их пути оказался мэр, которого блистательно исполнил Ивар Калнынш. Чтобы не скучать, в перерывах на съемочной площадке Максим и Алексей придумали заняться съемками шоу «Мистер внезапный», которое выложили в сеть. Их партнерши тоже не теряли времени, занялись изучением литовского языка, а Екатерина Кузнецова даже успела за это время выйти замуж. В это же время Аверин принял решение об уходе из сатирикона. Он расстался с любимой сценой, абсолютно спокойно, хоть это было достаточно тяжело. Что касается личной жизни артиста, то эту сторону жизни обсуждает много и часто. Аверин славится своими многочисленными романами, ни один из которых не продержался долго. Эти молниеносные отношения можно объяснить только одной причиной – невероятной занятостью в профессии. По слухам, любовницей Аверина была Виктория Тарасова, с которой они вместе снимались в сериале «Глухарь». Максим сам признавался в интервью, что Виктория ему нравится, однако это был мимолетный флирт и ничего более. Достаточно долго ходили разговоры о том, что Мария Куликова тоже оказалась очарована талантливым артистом и попала в его сети. Их знакомство длится уже два десятка лет. С тех самых пор, когда они поступили в один институт, Максим нравился Марии. Но в то время она была не свободна. Артист однажды признался, что их связывает не столько дружба, сколько приятельские отношения. В 2015 году Куликова рассталась со своим супругом, и это обстоятельство вызвало новую волну обсуждений на тему «Есть ли у нее роман» с Максимом Авериным. Максима абсолютно не смущает его репутация, ловелас. Он сам иногда подливает масло в огонь, вызывая к своей персоне повышенный интерес. На передаче «Один в один» он участвовал в составе жюри и с экрана заявил, что скоро женится на актрисе Анне Ардовой. Она также была в этом жюри и всю передачу. Они о чем-то шептались, смеялись, в общем, достаточно убедительно, чтобы зрители приняли их за пылких влюбленных. После эфира они честно признали, что пошутили, никакая романтика их не связывает. Однажды в сети проскочило фото, где Аверин запечатлен с младенцем на руках. Реакция поклонников артиста была мгновенной. Начали выдвигаться разные версии. Заговорили о том, что Максим сменил статус завидного холостяка на счастливого отца. На самом деле фото не отражало действительно положение вещей. Это был или рабочий момент со съемочной площадки, или Аверина. Кто-то поймал кадр с чужим ребенком. Максим утверждает, что детей у него пока нет. Он убежден, что ребенок должен родиться в полноценной семье, а в небрачные дети это ненормально. В настоящее время артист убеждает поклонников, что в личной жизни у него полный порядок. У него есть девушка. Ее имя Таня. И она не имеет никакого отношения к миру искусства. Вот все, что известно о ней. На этом биография Максима Аверина подошла к концу. Всем удачи. Пока.